приветствую вас друзья я решил добираться короче ряда этих клириков которых нам нужно найти до отсюда все таки от хорта сначала думал к территории компании вулкан то вроде бы как ближе на я просто вспомнил что там очень много противников может быть да на этой территории компании вулкан поэтому в сраку лучше пойдем от хорта да она пускает дольше до дольше идти но тут у нас уже территория более-менее зачищена и более менее безопасно сравнительно что называется так 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 еще что этот изгой есть а он случайно тоже не охотиться за рэйм я вот не помню нет с ним только торговать я понял так братан тут он еще жива листа или даже жива корень я про дачи побаиваюсь этого квеста да потому как блин он на такой территории я что думаю что там будет сложновато нам но вся фишка в том что мы пройдем этот квест да и в принципе считать что мы уровень подняли на самом деле то что нам уже то совсем понты осталось а так мы часы этих клириков навалим да ну или вернем мир мирным путем этом уже как получится и сам класс дадим блин капец видит добираться это жесть просто как туда это тут одни мутанты и причем мутанты такие достаточно крутые да вот на меня уже за те один из них савсорился за грёбаный скекс далее как вот назовут а нет все у нас стал отлично но дальше там уже вот этот придурок да потрошитель причем тоже помню ни один там он стоит просто как бы он туда добраться чтобы поменьше драк было по пути что называется да у нас то есть черная дыра да но полина походу этого придется убить у нас там точно не пропустят да его придется вольнуть там никуда не денешься ой бляха я хоть сохранился то она да я помню сохранился продавая принца хрюс помню это далековато мне тут тоже такой свой минус есть у этой черной дыры да в том что блин опять этот глюк кончен это что у меня ничего не работает до в меню приходится выру потом перезаходить из-за этого блин капец жесткий глюк почему же второй раз встретился ладно передал блин неё минус то что вот она почему-то работает и потом эта цель тебе приближается постепенно которую ты этой хернёй мочишь да вот это блин приходится вот так вот пытаться стрелять чуть чуть подальше чтобы и цель соответственно ну твой противник соответственно тоже немножко дальше уже потом оказывался и это на самом деле сложно можно промахнуться это единственный минус на нового этого оружия вот да то что постепенно он тебе приближается тебе приходится отходить и вот это вот неудобняк да ладно сейчас перезайду в игру братишки давайте до сохранился я прямо-таки скажем далековато до ребятки от печальника просто еще не будем забывать то что мы самих этих клириков скорее всего будем мочить черной дырой но если они конечно не согласятся по мирному перейти назад в форт да то мы по-любому будем мочить и мочите их там будет толпа они по одному цена по-любому агриться не будут скорее всего во всяком случае да и поэтому скорее всего нам придется их тоже той же самой черной дырой валить а ментальной энергии на всех не хватит да как-то там этим бутылочками не закупайся не затаривайся не сколько ты их там не делай тем более на наши с бабками и так проблемы нам нужно экономить да нам нужно немного немало деви с половиной кусков а у нас всего лишь две триста пятнадцать ну это ж капец вообще-то потрошитель такой блин больно крутой противник я вам даже скажу вот согласитесь да с ним в ближнем бою ты даже черная дыра его блин утря не очень-то и коцей да на самом-то деле кстати мы я не помню мы вкачали тут навык или не вкачали а до плюс 20 процентов тогда это же мы еще и улучшили да у нас уже псевдоника плюс 20 процентов нихрена себе при этом блин даже так она его как-то не очень то и коцает эта черная дыра просто до натуре получать что его по-любому надо валите потому что дают никак ты тут не обойдешь падла он это получается участок этого неплохо ролево мочи да так чтобы он там не приближался такой же учат или капец чуваки кусок говна нажима на кончаются а он хоть бы хны ёпту да послетай придурок да еще вот тупорылый прикол в этом элекции короче плюс еще этого с кекса завалить а они кстати друг с другом дерутся тоже тупорылый прикол да в этом элекции короче говоря есть такая фишка очень сильно раздражающая ты когда валишься вот эти вот черные дырой да ну вообще это херлю херовиной короче говоря да где дам этот кекс блять но он со знаком этого черепка то есть с ним валиться не очень бы хотелось да то короче меня когда начинаешь использовать свой этот реактивный ранец то ты взлетать не можешь выше то есть ты можешь только вот на тому таком-то определенном уровне летать и все то есть это приходится отключать прицел чтобы он мог наконец-то нормально пользовался как бы магии да вернее ранцы то есть это тоже такой момент реально очень сильно раздражающий так и давайте ка вы стоит это сматываться да пока нас с кекс не согрелся да потрошителя ну блин монстр очень крутой то есть при этом всего лишь 60 опыта то есть я вообще не представляю как допустим с ним драться при помощи того же обычного нашего то пара там ли тот той же пикалки пил 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 да но разве что опять таки повышать свой навык благодаря тому приколу клириков которые мы изучили не так давно да вернее не изучили еще который мы хотим изучить и непонятно когда изучим потому что нам на него интеллекта на повысить еще полно 5 единиц или на 10 я вот не помню насколько интег мы пока что никак не повысим потому что нам сперва нужно все равно повышать стойкость для доспехов правильно это навык конечно классный да конечно такой который нам точно пригодится и вот это вот очень обидно я живу блин очень много нам чего надо изучить это печальника таким пойди эти придурки находятся блин на хоре там что ли или или они сбоку просто вот что не поймали мне их обходить или они там на горе где-нибудь просто тут тоже особо не походишь тут кругом эти грёбаные мутанты причем тут вообще крутые уже мутанты да это ж вообще жуть какие ребята бляха там и саранчат и смотри то там все хереть а дешите чуваки делись то куда они забрели эти дурни а он нести валятся тут с кем-то смотрите ни хрена себе на но это не нажида это не наш здесь еще идет это странствующий торговец да 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 точно видите это странствующий торговец да они на него напали завалили будем надеюсь если никому че смоются до подальше отсюда хренушки я ищу режиме боя теперь охренеть ни хрена себе ребята пошли вы в срак услышите ну отстаньте для дебилы стыкли на этих идиотов такого хрена у меня такого по листа я врачу знаю где нахожусь они короче там читает до вас бухают на меня до сих пор блях там вообще дальше крутые мутанты смотреть ну я не про меха крыс до меха крысы это ребята нормальные для нас а вот дальше ведь это вообще какой-то супер дядька они походу где-то тут на горе находится я так понял эти придурки ну да потому что вот прям прям вот сюда карта показывает то есть надо походу перелететь или чё ему понять чем не сделать на вот они да да она можно как бы дорожкой по к ним попасть да вот как видим то есть по дороге просто идти ты тоже сбежал из хорта блин чуде ох сработал я хотел сначала сохранить то грёбаные вы придурки нет ты же здесь не случайно верно что ты делаешь у походи братом давай сначала сохранюсь да потому что может быть сейчас будет драка ли что и будет такое не хотелось бы не хотелось бы хакен заклейми у вас еретиками и изменниками и ты пришел чтобы убить нас назови мне причину по которой этого делать не стоит если дверь школа она ты знаешь что его учение о мудрости о знании а не равнодушии если ты веришь во все это ты нас пощадишь ты выступал против кола она а теперь смеешь вспоминать эти слова называю к твоей совести мы хотим вернуться к семьям если ты веришь кола на поверь и этим словом если нет тогда выпусти нас из этого царства лужи вообще честно я правда жалко чуваков убивать ну захотели не вернуться к своим семьям да и правда ведь хагену можно соврать правильно сказать и потом то что они там померли от мутантов тем более что скорее всего что большинство из них и умрет от мутантов потому что вы видели какая там дорога да там одни эти мутанты и есть то есть по-любому большинству из них помрет по пути домой да ну любом случае как-то убивать их натуре жалко я скажу хагену что вы расплатились своими жизнями спасибо тебе мы соберемся скоро отправимся домой а ты лучше подумай о себе ты уверен что ты здесь по своей воле эти клирики вы вкладываете в голову разные мысли на надеюсь у тебя там остались и свои собственные большое спасибо незнакомец холодность снижена отлично да нам наверно надо идти по пути и того чтобы мы снижали холодность да и типа оставали более такими человечными да ну да у нас теперь два ну кстати давайте посмотрим на это конечно точно такой же как у нас ну да у нас теперь два ну кстати он стоит 100 поэтому хорошо бабла немножко срубили так что шкаю сатири оказался достать достаточно простым в принципе погнали теперь наверно вход хагену да соврем ему просто да есть риск того что хакен потом как-то пронюхай до панта такой пронюхает то что мы вот ему решили соврать да есть такой как бы риск просто хотя вообще по логике вещей да чисто логически вам пронюхать про это никак не сможет потому что они находятся хрен знает где да я живу и так большинству и сейчас они все отправятся домой и ежу большинство из них все равно как бы домой не попадет потому что я живу ну там мутантов до хренище дорога очень опасная очень сомневаюсь что они все смогут добраться целыми невредимыми до полевом будут потери среди них как бы они там не собирались чего делать до потерям не избежать это сто процентов ну просто что в игре конечно может наверное быть такой момент то что он потом когда про это пронюхает скажет а ты крыса подвода наврал мне ёпты так лорд хаген ща я тебе доложу стакт реально забавно то что даже имена у персонажей как бы из готики взятые да так я разделался с еретиками изменниками очень хорошо иди доложи район ходу свободен так сушьтесь с таким перспективами мы сейчас район ходу доложимся да и у нас сделать еще выше легата да то есть и то есть там будет еще круче доспехи наверное да это у нас уже сделать паладином или кем я уже не знаю потому что это же опять таки того последний квест на этих самых как их там скажите я скажу на и на клириков да там по мужей квестов то у нас нету то есть я же я просто побаиваюсь того что у нас еще повысит часа это уже будет перебор так по поводу обязанности легата еретики изменники а мертвы то есть клан узрел правосудие свершившийся именем его ну погодите нет я не убил не убил или просто заговорился с ними измена карается смертью такого завет кого она ты хочешь что-нибудь сказать прежде чем я объявляю свой в твой приговор они заслужили сострадание или колон всегда такой мстительный значит я ошибся поручил тебе это задание у нас не хватает кадров это искушает меня высылать за пределы города как можно меньше людей но так нельзя спасибо чтобы пытался выполнить это задание я у тебя в долгу ни хрена себе чуваки так мы походу правильно решили сделать то что сказали ему правду да да отлично видите как мы решили рискнуть и нам это еще и короче говоря у вас благодарилась три с половиной тысячи опыта да правда хотя и хрен его знает может быть если мы бы их убили мы выйдет также получили бы тоже такое как бы ну любом случае видите есть несколько вариантов прохождения квеста и тут и тот как бы принципе считается нормальным так что пойдет я нашел адептов да и успешно доставил их сюда это очень хорошо то что тут то что ты хочешь действовать во имя кавана говорит твою пользу за небольшое пожертвование мы повысим тебя до паладина ну да видите а и уровень 25 нужен угол чтобы стать паладином нужен еще и 25 уровень чуваки нихрена себе да у нас только сейчас какой 18 или какой-то да только 18 так ладно стойкость дабы мы должны повысить до 40 до ну и доспехи паладин я просто тоже так понимаю что стоит немало до скорее всего да блин 25 так блин и просто дать уж не 20 уровень 25 уровень чуваки а нам до 25 честно говоря я даже не знаю где настолько опыта набивать до чтобы так прокачаться в общем говоря паладинами мы станем точно не скоро так что нам нужно тогда нам нужен мастер бронник наверное сейчас попытаемся прикупить у него эту хрень вот он там до попытаемся у него прикупить эту хрень но и мастер бронник броню лигато да потому как стойкости нам уже точно хватает значит остался только вопрос чтобы короче говоря бабла раздобыть так давайте можем продать кстати говоря ведь один энергетический щит да за соточку увещеватель зазубренный топор я думаю может быть даже у тот же самый увещеватель продать то что смотрите да на него нужно силы 48 она зазубренный топор 53 но зазубренного топора урон на порядок выше ну да а силы там не на так уж и много больше надо в общем хрен его даже знает ну а давайте все таки наверное не будем not броня колита стоит тысячу если что-то блин да что же там еще продать то тебя такие вот цены у пяти придурки были вообще нереальные абсолютно сцены привез на траву реально всю продавать я не знаю что еще делать то есть это единственный в диске вот его надежда вы все это и особо не пользуюсь да и вот чисто благодаря этому типа как смогу себе прикупить эту хрень учились ты там да хотя свой такой же даже когда мы их всех продадим наверно даже тогда не будет хватать честно говоря потому что бабу у нас не сильно ты при 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 увеличивается до чуваке вы смотрите сами ну да у нас осталось тут закалка сырой лекс мана блин чуваки да капец мы даже всю всю все наш такую хлам весь продали даже в таком случае зацените нам как бы ни хрена не хватает до долларов да офигеть ландовать вообще все продавать вообще тупо все что у нас есть сейчас продадим это конечно не очень правильное решение но блин я других вариантов вообще не вижу то даже так там не хватает зацените разве что если мы будем продавать эти всякие книги изгнальника но я не знаю вдруг они где-то потом приходятся я просто даже не знаю можно ли продавать эти вещи как-то их хера узнают да по логике вещей они то нам больше не нужны а там черта узнает ой вот разве что если можно такие вот еще допустим продавать инструкции по изготовлению разные хрена кстати ряд закалку точно можно продавать и снова не собираюсь сделать противоядие тоже сканер мусора тоже амулет воина тоже да он это еще просто не знаю то есть эти рецепты можно продавать или нет или есть допустим все нас их не будет то мы не сможем себе короче говоря делать эти зелья кольцо охраны плазменная граната осколочная граната снаряд болты блять чуваки прикиньте мы все впарили у нас всего лишь 5 786 то есть ну даже мы продадим еще свою эту броню у нас будет 6 786 блин это капец 9 с лишним кусков где нам столько взять денег то то есть это мы наверно только если абсолютно все продадим сейчас даже наши целебные зелья продадим да вот наверно только вот в этом случае да наверно только в этом случае можно будет еще на что-то рассчитывать и то не факт даже книги просто эти натуре я хрен его знает можно нельзя продавать блин а у нас два кольца твердости кстати говоря она стоит 400 долларов ну вот ну броня да мы продадим броню будет 7 200 чем тут сам за счет два с лишним куска то есть ну блин я даже не знаю чуть еще можно продать то а зазубренный топ топор увещеватель продадим там ну продавайте хромоверса да это не вариант оружие слишком классное мы конечно им пользуются сможем еще хрен знает когда да это конечно да но оружие реально оружие просто шикарная да поэтому не вариантов продавать наручные гранаты но это будет он не стоит вообще понты поэтому там особо опять-таки не падаем блин не хватает все равно до хера да блин ну капец то как у я даже я на все впариваю что думал что реально когда я все продам то точно уже нам будет хватать давать не растите дневники продавать мы их реально по прочитывали поэтому нужно смысл нам их держать правильно все таки не тоже по 10 по 10 цены долларов стоят до поэтому я думаю что принципе нам они как-то особо не нужны но правильно наверно те которые там по квесту они же даже не продаются помните там так и написано типа не для продажи или как-то так да ну код безопасности карстана давайте а это что же да 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 этого нам уже не нужно ордер на отпуск дитриха очень старая записка так вот эту канал по изображение продавать не будем за и фотографии продавать не будем мы его нафиг часть карты тоже продавать не будем до так вот этот брошенное сообщение да там вот до кометы да вот эти все тоже по продаем блядь смотрите до сих пор нам не хватает это жесть просто какая-то даже так там все равно не хватает то есть даже а вот еще куски серого ножишь есть там Ну вот, 7200 Вот, то есть даже сейчас я продам еще броню свою Это будет 8200, нам еще не хватает 1200 с чем-то, короче говоря Ну блин, неохота продавать такие вещи, как какие-то А вот, а будет браконьера, что у нас есть Давайте хрен с ним продадим Я его сегодня пока что не пользую, да 7600, да То есть броню продать это будет 8600 Нам остается еще 400 И 900, 900 долларов нам еще тут остается, чуваки Ну блин, где нам столько взять-то, что мне еще продать, чуваки Это какое-то издевательство просто Ну реально, просто больше уже продавать нечего Реально, все остальные вещи, они уже нам либо нужны Либо, блин, особо мы и не выиграем от того, что их продадим В принципе, да, вот как та же бутылка с водой Там или ломать земледельца Ну да, или тот же самогон Ну хотя вот, кстати, самогон, если продать, смотрите, это 220 Да, это даже еще О, суп и желез, кстати говоря, дорого стоит, смотрите Кстати, жратва так неплохо стоит, оказывается, да Пиво понты стоит Яблоко понты стоит Зелье моментальной энергии, да, продавать Это для нас тоже слишком печально будет Ну вот отмычек можно продать, там возможно Даже 31 там, да Так, 7 880 Давайте магнивые эти факелы, там можно продать Штук 8, думаю точно 7 904 Блин, 7 904, чуваки Блядь, где же брать-то? Ладно, давайте продавать, короче, плазменные гранаты Исколочные ракеты Хер с ним Фугасные гранаты Горючие продадим уже Хер с ним Оставим только такие патроны, да Которые нам точно пригодятся Блин, сколько стоит броня его эта, гребаная Броня легата 9,5, да 9,5 Блин Ну, сырой элег, кстати, я стою 20 Ни хрена себе А я завтекиваю тут Короче, продаем последнего пироманьяка и противоядие, да Нахрен 9,5, да Продаем весь самогон Блин, да, не, 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 самогон не вариант В натуре продавать Штука слишком полезная Просто в натуре Она практически для любого зелья нужна Для любого этого В натуре не вариант Блин, а Ну, броня, колита, да Мы отдаем это 9,116 То есть нам нужно еще 300 с чем-то долларов Вот, где их взять, блин То есть даже сейчас ручные гранаты мы продадим Ну, вот, 9,131 Все равно не вариант, да Я психическую прощу бы продал Но у нее ценности нету, блин Вот что печально Баря, она больше уже видите, Юлия Я тупый, я тупый, все в паре У меня уже вообще ничего продавать Разве что еще отмычек продать Но я уже просто этого не переживу Да, фотографии части карты Я же уже не хочу продавать Потому что это все-таки такое, что может приходиться Хрен его знает Ладно, давайте его У нас потерял по два По два рецепта есть Смотрите, малого алексового питья И этой хрени Да, вот это точно можно, наверное, продать 971 Вот, малого целебного зелья В принципе, нахрен оно мне надо Правильно Я все равно его делать Вряд ли когда-то буду Вообще, по логике вещей Наверное, мы его типа как изучили И оно у нас типа теперь есть в этом, да В дневнике Или как это правильно даже сказать Вот, давайте даже проверим Блин, два часа проверим, да Совершить обмен Так В общем, сохраниться нельзя О, так Да, сохранимся Да-да-да-да-да-да-да И вот реально, вот допустим А где-то смотреть вообще А, ну это в инвентаре, как бы, да Или нет Ага, ну тут они как бы, да Тут они как бы так Поэтому, походу, да Походу, они, блин, нужны все-таки Блин, дешний раз добыть-то Просто фишка, что мне вроде бы уже И немного-то ведь денег нужно, да Ведь на самом-то деле, да Если так посмотреть Мне там уже вроде бы И реальные денег осталось То, блин, 300 или 400 с чем-то Этих долларов И в то же время вот реально Где их взять А что-то хрен его знает абсолютно Пойти где-то что-то спереть, что ли, а Ну ты как где Ух ты Ладно, придется, наверное, в натуре какие-то патроны продавать Никуда не денешься Так, братан Ты скотина, блин Поставили такие цены, что хер, что купишь Но в натуре, наверное, придется какие-то патроны в паре То, что, блин, без вариантов больше Хотя какие-то, разве что эти плазменные ячейки Еще более-менее стоят, а так-то Патроны для ружья, они вообще понты стоят То есть, блин, вообще не вариант продавать Их смысла даже нет банально, да Ай, мясо-мокрицы понты стоят Ладно, вот огромный запас ментальной энергии Хер с ним Ну и ладно, наверное, в натуре привез нам, чуваки, продавать все-таки наш самогон 9461, все И теперь нам осталось столько В общем говоря 40 еще долларов где-то размутить Давайте продадим один стейк Одно блюдо из мяса-мокрицы Вот, 9511, ладно, все Хрен с тобой, ублюдок А, блин, а зачем я вышел? Ну ладно Ой Я хочу торговать, да Давай мне свою гребаную броню Легато Блять, падла такое, а Скотина, мразь Весь самокон на тебя отдал Так, одеваем броню Легато Все Наконец-то мы в броне Легато, братишки Не прошло и полгода, да Накопили мы Но это, конечно, был капец, как тяжело нам это далось Да Да, как тяжело нам удалось накопить на эту броню Легато Но теперь она у нас есть Да И надо теперь где-то, чуваки, баба Баба, где-то рубить Потому что, да Потому что с такими перспективами далеко мы не уйдем Все равно нужно будет и патроны когда-то покупать Эти же зелья, да Вот какой нам дальше квест проходить Да, на клириков получается квесты у нас закончились Да То есть у нас осталось только Одолжение Но это, короче, осталось мне Вернее, на службе Калааа Ну да, но это мне осталось набить Теперь 25 уровень получается, да Одолжение тоже ничего такого Ну вот, разве что, возможно, попытаться пройти квест Причина и следствие Потому что я не знаю, какие именно там мутанты угрожают Калааа Ну да, может быть там не сильно крутые какие-то Да, кто его знает, правильно? Хотя я так думаю, что, наверное, как раз таки сильно крутые и угрожаются Ну давайте в ангарда переместимся и попытаемся оттуда сходить Хотя да, у меня что-то предчувствие, что там, наверное, будут какие-то очень крутые Но еще были бродящие химеры, но просто этих химер валить тоже, наверное, не сильно вариант, да, для нас В общем, наверное, так и сделаем Сначала пойдемте поищем, что там вот за братья-братишки Что там за мутанты ему угрожают, да А, там даже вообще местонахождение клириков То есть это мы там найдем какой-то лагерь клириков И, наверное, будем просто им помогать, да Это все-таки попроще Ну а если не получится, то да Если не получится, то, короче говоря, бляха, какие-то все крутые Ой Да отстанет меня, придурок И хераси он крутой Ту панцирную саранчу, зацените, даже эта хрень не особо берет, да Офигеть Да, ты реально же, если же ты панцирную саранчу, даже, блядь Даже, блин, черная дыра не особо берет Да нечто, конечно Так давайте, ладно, что-нибудь пожрем, да У нас же сейчас такая фишка, что нам жрать нечего толком, да Это вообще жесть Одно блюдо из мяса макристо, по сути, и осталось Так, ладно, если мы, по идее, сейчас взлетим То, по идее, эти придурки перестанут на нас агриться Во всяком случае, я на это надеюсь Кстати, с саранчой мы справляемся, да То есть была бы мана, и, в принципе, тоже справляемся Почему-то же панцирная, да А там какие-то обычные бродячие химеры, то есть Вполне вероятно, что они будут еще и слабее Так что нормалек Ну, а вот, видите, запасы трав мы уже сейчас прям пополним То есть, да, мы вот сейчас прям бегаем Блин, очень красивая местность здесь, в Вагнадоне Я же, она вот реально такая классная И просто апокалиптическая, что называется И в то же время немного такая фэнтезийная, да Очень классно выглядит Блин, там он еще какой-то гребаный мутант Почему я до сих пор еще играет эта музыка нехорошая, типа, да Ой, он за мной, кстати, гонится до сих пор, этот придурок, представляешь? Я думаю, он там, ну, внизу где-то остался, да И все, как бы, он за мной до сих пор гонится, оказывается, охренеть А тоже надо быть такому придурку Какого хрена, блин, вижу, тут какие-то монстры вообще жесткие Вот, ни в одной игре я такого не вспомню То есть, ты все время вот убегаешь Буквально там пару метров пробежал и все, от тебя отстали, да Здесь же ты реально убегаешь, убегаешь Эти придурки за тобой гоняются, я не знаю, сколько времени еще, да Вот, прежде чем отстанут Вообще жесткий здесь игровой мир, что называется Так, давайте, да, тут по максимуму поисследуем Что тут можно поисследовать, позабирать Маленький монокорень Да, то мы даже травы, блин, понапродавали То есть, даже травы нет, это уж совсем печально Так, оборотки у нас тут, да, сидят Кстати, классно они спрятались, согласитесь Ой, блин, дохленький братишка О, малый запас ментальной энергии Что там такое? Там вроде какой-то враг, да Ой, блядь, не огневомолохи, ой-ой-ой Да блях, они так же Ахахахах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, ты в новых крутой, братишка. Вообще же, зацените, хрен убьешь, а? Ты сдохни, ты мать твою, а? Вот видите, опять же, ко мне приближается, получается, да? Тут про что я говорил, блин, такая тоже штука, вроде бы и классная, но в то же время, блин, да. Так, нам нужно хп подлечить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эликсид, шланг, металлический хлам, электронный хлам, а со взрослого огневого молоха, что берется, вернее, просто молоха. И вот опять-таки, Долбас, какие классные сделали здесь мутанты, я живу, реально, они реально жутко выглядят. Хитиновый панцирь, электронный хлам, металлический хлам. Вот реально здесь так мутанты сделаны, что ты в натуре так смотришь и думаешь, да ну его нахрен, да, сваливать бы отсюда. Так понятно, потому что, короче, клиники все дохлые, что ли, да? Да, вон мухами воняют, видите. Блях, тут еще один. Братан, где там? Падла, мразь, да? Ни хрена себе, братан, ты что творишь-то? Ты успокойся, ёптэ. Конечно, можно было бы его, наверное, черной дырой-то и отпердолить, просто попытаться, в всяком случае, но просто что-то жалко как-то тратить. Опять-таки, запас нашей ментальной энергии, да, на такого придурка. Ага. Ну. Маленький желтый самоцвет. Дохлый клирик. Дохлый клирик. Ну, отлично, у них у всех были маленькие запасы ментальной энергии, да, эликсита, в принципе, немножко подсобирали. Блин, могли просто банально этот квест пройти, да, а потом уже идти, короче, игре, покупать себе доспех. Чё-то я тоже, блин, завтыкал. Так, а больше здесь, получается, делать нечего, да. Ну, да, тут кругом только эти подъемчики. Взлететь тут, в принципе, некуда, разве что на самый верх, да. Вроде бы всё мы обыскали, насколько я понимаю, да. Ну, вот, блин, чуваки, наконец-то мы начали квесты так проходить уже, да, даже справляемся с такими ребятами, с которыми, казалось бы, ни хрена себе, как его справишься, да. Тем не менее, справляемся. Так, а там теперь, получается, пойти, надо, короче говоря, назад вернуться в хорд, да. Ну, да, да. Пойти назад вернуться в хорд и только сдать уже квест нам остаётся. Давайте, наверное, тогда в этом выпуске ещё этим займёмся. Да, а в следующем, возможно, попытаемся пойти поубивать химер для что-то в этом роде. Так, это к Хагену, поэтому, наверное, лучше от собора идти. Интересно, кстати, что он нам за этот квест даст. Да, видите, даже с Молохом уже справляемся, ни хрена себе. То есть, вообще, это чёрная дыра, но у нас как появилась, так прямо я вижу, прямо... Открыла перед нами чуть ли не все двери. Мне, кстати, очень нравится, как доспехи выглядят у клириков. Они, как бы, в одно время, вроде бы, как такие тоже фэнтезийные, да. Как бы, в одно время такие фэнтезийные в некотором роде, да. И в то же время, вот, натуре, вот, такой вот тоже постапокалипсис, фантастика немножко, да. Очень классно они выглядят. Особенно, вот, самое классное, вот этих, вот, тех же самых паладинов. Или вот этих, вот, как у Райнхода с этим, с этим придурком, да. Вот этот вот плащ, который сзади так очень эпично выглядит. Очень классно выглядят эти вот доспехи. Хочу, хочу себе, как у Райнхода, да, и у этого, и у блюстителя, этого Ульбрихта, или как его там, вы поняли. У них класс. Либо, да, у этого тоже паладина тоже, видите, очень эпично выглядит. Вот, вроде бы, да, такая вот мелочка, какой-то плащ, или даже просто какой-то вот такой вот тряпьё у тебя снизу, и оно вот колышится на ветру, а доскаке оно поднимает эпичность, да, что называется. Так, я выяснил, откуда приходят мутанты. Докладывай. Как ты и говорил, они идут с северо-востока, их притягивает месторождение Элекса неподалёку от Хорта. Твои люди мертвы. Этого я и боялся. Я прикажу подготовиться к отправке нового отряда. Нужно разделаться с этими тварями, пока они не атаковали снова. Ах, да, чуть не забыл твоя оплата. 800 опыта, 200 осколков. Вот, да, вот, в плане осколков квесты здесь... Это такая штука не очень, потому что вот... Опыт, да, нихреново дают за квесты. Вот за этот 800 дали опыта, то есть вообще ништяк. Мы, кстати, теряли уже даже почти 19 уровня. Ну вот, в плане, да, вот в плане именно денег. Я же, блин, такой квест прошёл, согласитесь, запарный квест. Не очень лёгкий. Туда даже добраться только чего стоило, да. И он тебе даёт 200 элексита, то есть... В этом плане, конечно, просто жесть. Ладно, ребятки, да, наверное, давайте мы будем на этом наш выпуск заканчивать. Следующим, возможно, попытаемся разобраться с этими бродячими химерами. Или просто где-то поисследуем территории. Нам сейчас, наверное, важнее всего это раздобыть денежек. Потому что с деньгами у нас дела очень плохи. Да, и понаделать себе этих зельй ментальной энергии. Или даже накупить себе этих зельй ментальной энергии. Потому что у нас их как-то не очень много, да, уже остаётся. А штука для нас это просто незаменимая. Ну, а на сегодня там всё. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.